Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортинформ» и я ее ведущий Сергей Мисурагин. Второе поражение подряд на старте второго круга соревнований потерпел волейбольный клуб «Маркова ГТУ». На этот раз в домашнем поединке подопечные Михаила Ханика уступили столичному мопиду, костяк которого составляют игроки молодежной сборной Беларуси. За упорным противостоянием, в котором гости одержали победу со счетом 3-2, следила и наша съемочная группа. В нынешнем сезоне выступление Витебского волейбольного клуба в чемпионате Беларуси напоминает прошлогоднюю игру местных футболистов. Те и другие, после мощно проведенных накануне розыгрышей, явно сбавили обороты. Причем футболисты играли на несколько фронтов, а волейболисты сосредоточены только на внутреннем первенстве. А по сути, игроки «Марка» напротив должны были добавить во второй половине чемпионата. Ведь накануне была трехнедельная пауза, у команды было время отдохнуть, перезагрузиться и подготовиться к будущим поединкам. Готовились, как обычно, в штатном режиме. В основном дома проводили сборы ОФП, где-то наигрывали состав. Играть не удалось, в принципе, ни с кем. Но команда, в принципе, подготовилась. В отличие от хозяев, матпидовцы практически не имели времени на отдых. Команда получила насыщенную играми каникулярную паузу. Игровую паузу заполнили двумя турнирами. Один в Польше был, где мы играли непосредственно среди своих сверстников. Там, в принципе, все выиграли. Очень положительно ребята приехали с эмоциями положительными. Потому что здесь нам приходится играть среди взрослых команд, среди мужиков. Поэтому немножко нам нужно и среди молодежи играть. И плюс турнир выиграли в «Далгоплассе». Хозяева сильно провели первую партию. Было видно, что ребята заряжены на борьбу. 25-20 и марка вышла вперед. В следующей все получилось с точностью наоборот. 25-20 и меньшане восстановили равновесие. А потом и вышли вперед 2-1. Витебляне проявили характер и уравняли шансы. В пятой партии, которую еще называют лотерею, счастье было на стороне мопидовцев. В драматической концовке они взяли верх со счетом 15-13. В Витебске прошли 35-е международное соревнование по спортивным танцам «Витебская снежинка». Престижный международный старт – старейший турнир на территории Беларуси. В этом году его участниками стали 600 танцевальных пар из 20 стран мира. Среди постоянных гостей «Витебской снежинки» – танцоры из России, Украины, Латвии, Литвы, Польши, Грузии, Израиля и Италии. Конкурсанты боролись за победу в одной из восьми возрастных категорий. Квик-степ, вальс, танго и джайв. По традиции танцоры продемонстрировали свое мастерство в европейской и латиноамериканской программах. Участвуем мы, конечно, не первый раз на этом турнире, но сам турнир хороший, классный, достойного уровня. Турнир очень классный, атмосферный, пары очень сильные, достойные. Хороший конкурс, приятно присутствовать здесь. Это один из самых таких массовых турниров, любимых, потому что приезжает очень много людей, и есть с кем присооревноваться и оценить себя со стороны, посмотреть на людей, какие в мире вообще как танцуют. Ну, для меня «Витебская снежинка» – это что-то большее, чем турнир. Тут много людей с разных стран, и можно познакомиться с разными известными даже танцорами. В этом году, в принципе, у нас классический вариант турнира, когда есть группы рейтинга мировой классификации, что привлекает ведущие пары мира. Высокие баллы рейтинга мирового получают сами танцоры, и очень хорошая атмосфера, очень высокопрофессиональная коллегия судей. «Витебская снежинка» – одно из самых ярких и запоминающихся зимних соревнований. Турнир по спортивным бальным танцам в городе над Двиной проводится ежегодно в январе. И каждый раз в концертном зале «Витебск» собирается немало любителей этого красивого, захватывающего шоу. Первый турнир по гандболу среди девушек собрал в областном центре 8 команд из Белоруссии и России. До этого подобных соревнований в городе над Двиной не проводилось. Как считают организаторы, это позволит заложить в Витебске надежный фундамент для развития детского гандбола. Главный тренер гандбольной женской команды «Витебчанка» Александр Сытько по натуре человек деятельный. Особенно если это касается любимого вида спорта и его развития. Поэтому провести в городе первые гандбольные соревнования получилось. Тренер подключил к делу своего коллегу Василия Земского, который привез в город над Двиной команды из Российской Федерации. Также на приглашение организаторов откликнулись и белорусские коллективы. Как и при строительстве дома, надо необходимо думать сначала о фундаменте, нежели о крыше. Крыша – это взрослая команда «Витебчанка». И мы уже думаем потихонечку о том, кто придет в эту команду «Витебчанка» через год, два, три, пять. То есть намерения у нас самые благие, поэтому мы за популяризацию нашего вида спорта, с чем мы, в принципе, и занимаемся. В отличие от других областных центров, гандбол в Витебске – не такой популярный вид спорта. Детских турниров никогда не проводилось. Российские команды город над Двиной не посещали, хотя в Беларуси бывают часто. Сейчас, считают организаторы, с этим отрицательным явлением покончено раз и навсегда. Мы надеемся, что этот турнир даст большой толчок в развитии гандбола в Витебске. Мы всегда знали гандбольные центры – это Минск, Гродно, Брест. Ну и надеемся, что Витебск станет городом номер один в гандболе Беларуси. На этот раз соревнования собрали 8 команд. Гандбольным коллективом из Минска, Гомеля, Гродно, Орша и Витебска противостояли российские дружины из Санкт-Петербурга, Ярославля и Протвина. Соперники очень волновались накануне поединков. Своей командой все занимаемся 7 лет. И, ну, решили попробовать на турнир какой-нибудь новый. Мы были на турнире в Гомеле, теперь и в Витебске. В Гомеле заняли третье место, а здесь хотим, какой получится, ну, скорее, лучше первое. Мы волновались перед первой игрой, но мы выиграли и хотим поблагодарить нашего тренера, который нас многому научил. И на самом деле турнир получился боевым с разницей в один мяч. В 19-18 команда Орша обыграла Гродно и заняла третье место. А в финале, также с минимальным перевесом в один точный бросок, девушки из Гомеля опередили соперниц из Ярославля 18-17. В свою очередь, эти блянки получили ценный соревновательный опыт, познакомились с российскими сверстниками и договорились приехать к россиянкам с ответным визитом. А следующей идеей, которую Александр Сытько мечтает воплотить в жизнь, будет организация специализированного гандбольного класса в одной из школ Витебска. Футбольный клуб «Витебск» в рамках подготовки к чемпионату Беларуси выступит на турнире «Белазовец-2020» в Жодино. А баскетболистов, волейболистов и гандболисток ждут поединки только со столичными командами. Также любители спорта увидят чемпионат страны по тейквондо и перенство Беларуси по боксу и дзюдо. Тренерский штаб футбольного клуба «Витебск» просматривает новобранцев команды. 29 января витебляне стартуют на турнире «Белазовец-2020» в Жодино. Там подопечные Сергея Ясинского проведут три поединка. Завершатся соревнования 2 февраля. Баскетбольный клуб «Рубон» во вторник 28 января ожидает непростой выезд в Минск. Соперником наших земляков станет «Смоки Минск-Резерв». Команды соседствуют к чемпионате и оспаривают третью строчку в турнирной таблице. 1 февраля в субботу на паркет выйдет и волейбольный Марково ГТУ. Команда областного центра померится силами со столичным строителем. До этого лидер национального перенства потерпел только одно поражение. У подопечных Михаила Ханика есть возможность переписать эту статистику. В этот же день свой матч чемпионата страны проведет и гонбольная команда «Витебчанка». Она оспорит лидерство с клубом «РЦОР» БНТУ. Нашим землячкам нужно исправлять турнирное положение. И поединок со студентками хороший шанс пополнить свою очковую копилку. Не забываем и о хоккейном розыгрыше. 29 января «Аршанский локомотив» на выезде сыграет с Могилевым. А 31 числа уже Могилевчане пожалуют в гости к «Химику». В третьей подгруппе экстралигии хоккейный клуб «Витебск» проведет две спаренные встречи с «Бобруйском». Матчи пройдут 30 и 31 января. Теперь к другим темам. В субботу в Минске стартует чемпионат Республики Беларусь по тайквондо. Представители восточных единоборств Витебской области традиционно сильно выступают на этом старте. Медали высшего достоинства будем ждать в выступлениях мужчин и женщин. В эти же сроки в стайках будет проводиться перенство страны по дзюдо. Здесь представители Северного региона также будут претендовать на медали в большинстве весовых категорий. И завершу анонс боксерским турниром. Перенство Беларуси среди молодежи стартует 27 января в Молодечно. Северный регион будет представлен двумя командами – мужской и женской, где также есть амбициозные спортсмены, которые планируют подняться на пьедестал. И на этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин